Приветствую всех! 3018 сборка новый игровой системный блок ZGamingQuart H093 до этого у нас был 095 системник это 903 отличия у этих системников два первый это процессор был 11700K здесь 11700F стоит и второе отличие это видеокарта RTX 3070 была Gaming Pro здесь Jetstream также полит можно сразу к ценам перейти системник обойдется в 139800 рублей и посчитано здесь все по ценам DNS минус 100 рублей и мы приходим просто к стоимости видеокарты вот в данном случае она получилась 43900 ну то есть все в рынок видюха 43900 ну естественно такой ценник можно получить только купив такой готовый системный блок корпус у нас как и в прежнем варианте Deepcool CL504F закаленное стекло сбоку везде быстросъемы на магнитах две крышки у нас магнитные очень легко крышки снимаются просто легким движением но на магнитиках здесь можно видеть кабель менеджмент кстати говоря у Z Gaming сколько вот мы их продавали с этим все в порядке собирают ну не хуже чем мы может быть мы в чем-то лучше но нет все хорошо корпус большой позволяет проложить кабели аккуратненько внутри ничего не мешается поэтому собран очень качественно у этого корпуса есть такая плюшка это держатель видеокарты штатный видюхи очень тяжелые ну если есть возможность всегда лучше поставить ничего страшного нет если держатель для такого не предусмотрено колхозе тут не всегда стоит но в случае какого-то падения допустим системника слот может вырвать тяжелая видеокарта не знаю сколько там килограмм но вот реально видеокарты в меди еле не очень много 11700F процессор у нас 65 ваттный ну 65 ватт это наверное для тех материнских плат на какой-нибудь А410 чипсете где мало фаз питания хочется получить многоядерный процессор правда не знаю зачем на простую плату такие процессы ставить и там вполне адекватно он будет работать 65 ватт это немного но по факту процессор если поверлимит отпустить и если без фанатизма то вот в данном случае 120 ватт потребляет на плате гигабайт геймент x Z590 предыдущий 11700K процессор у нас потреблял в стоке 160 ватт и водянка была та же самая она просто не справлялась с перегревом но тут я думаю проблема именно самой конструкции процессора слишком маленький чип он просто не успевает дать тепло может быть каким-нибудь жидким азотом и можно все дело охладить а с помощью обычных систем охлаждения наверное все это проблематично в первом системнике мы поменяли термопасту у нас был до этого другой на 11700K и вроде как в троттлинг перестал уходить но вот в H095 термопаста не помогла все равно до 90 градусов процессор начала греться и соответственно уходил в троттлинг было решение просто поверлимит сделать 125 ватт и сразу процессор начал 80 градусов греться здесь он у нас работает в стоковых характеристиках поверлимит у нас не ограничен ну вот на режиме авто но 119 ватт он у нас потребляет базовая частота этого процессора 2500 МГц в турбобусте разгоняется до 4,9 турбобуст здесь хитрый он из двух компонентов состоит по всем ядрам 4,4 Гц по одному ядру 4,8 и только если позволит нам процессор так называемый турбобуст макс 3,0 то будет до 4,9 по одному ядру гнаться ну по факту вот можно рассчитывать ну смотрите 4,7 допустим гиагерц это естественно по одному ядру 4,4 Гц по всем ядрам на постоянку может разгоняться тест 3DMark прошел 12,878 на 11,700K у нас параметр был точно такой же там 12,808 что ли ну то есть процессор в данном случае ничего не дает 3DMark не видит особой разницы между процессорами здесь максимум что можно посмотреть это тест стабильности запустить открыть датчики и посмотреть а как греется наш процессор если процессор 11,700K грелся до 90 градусов здесь у нас температура 68,69 пускай будет 70,80 но это далеко не троттлинг и 116 Ватт 119 будет показывать при этом машинка ощутимо тише чем на 11,700K в общем низкая базовая частота даже позволяет машинке оставаться холодной потребление крайне низкое на этой частоте комфортный системник будет то есть спокойно он будет уходить ну а если конечно требуется какой-нибудь рендер на компьютере запускать тут лучше переплатить за приставку K но машинка будет сразу шумная охлаждает наш процессор водянка геймидж шторм кастал 1040 RGB V2 на 250 Ватт она рассчитана вся в RGB подсветки все у нас синхронизировано водоблок на 2 вентилятора 120 мм толстые трубки покрыты такой змеиной кожей в общем все прекрасно материнская плата Gigabyte Z590 Gaming X топовое решение ну конечно бывает еще подороже но в целом здесь все прекрасно 12 плюс 1 фаза питания 2 до питания под процессор если был бы у нас какой-нибудь 11900K обязательно надо было задействовать и дополнительную 4-пиновую колодку чтобы просто тупо не подгорело два радиатора на ключах память можно до 128 ГБ увеличить два разъема Ultra M2 изначально они оба под радиаторами сейчас верхний радиатор снят потому что у SSD накопителя есть свой радиатор и SSD накопитель у нас на 1 ТБ Adata XPG GAMMX S11 Pro вся Express 3.0 не 4.0 но с довольно-таки большим количеством перезаписи в терабайтах которые меряются 640 ТБ очень хороший параметр у него родной штатный радиатор поэтому радиатор от материнской платы здесь не подошел он здесь не нужен он был снят две планки памяти довольно-таки дорогая JSKILL Trident Z RGB на 16-х таймингах память в профиле разгона на 3200 работает два модуля по 16-ю и 32 гига в общем тот объем которого хватит на много лет вперед видеокарта GeForce RTX 3070 на 8 гигабайт Jetstream прекрасно идет тест Fort Royal без каких-либо подтормаживаний вот они лучи Хуанга все светится все все в зеркалах ничего не тормозит в общем-то видеокарт который вытянет абсолютно все шикарная здесь подсветка немножко нас засвечивает лампа так вот и уберем тоже в RGB подсветку можно регулировать с помощью программного обеспечения скачается это полит два вентилятора реализован естественно здесь фан-стоп то есть вентилятор при простое будет стоять в общем-в целом этот системник мне очень нравится в плане того что он тихий прям реально тихий компьютер сейчас тест идет процессор не сильно у нас нагружен и прям приятно с ним работать предыдущий компьютер хоть был и мощнее но честно слишком как-то он шумел блок питания здесь голдовый Deepcool на 750 ватт DQST ну как бы сертификат здесь о многом говорит одна сборка у нас была на кулер-мастере 750 ватт МВА бронза здесь сертификат чуть-чуть повыше клиент у меня в Самару забрал системник жаловался что чуть-чуть блок питания попискивает поэтому Deepcool наверное будет получше SSD накопитель на 1 терабайт поэтому в принципе можно пока обойтись и без жесткого диска но если важную информацию хранить хранить стоит исключительно на жестких дисков SSD это флешка со всеми своими косичками в одной руке у меня стекло закаленное в другой руке телефон и обратить внимание надеюсь как я легко это все дело поставлю вот такие вот стекла делает Deepcool все на магнитиках все очень качественно стекло здесь слегка тонировано на всю сторону все прикрыто металлом либо передней панелью сколы здесь исключены подсветка регулируется и при желании если она ночью будет мешать есть отдельная кнопка LED подсветки можно кнопку нажать удержать она моргнет и отключится ну а подсветка которая у нас на памяти и на видеокарте также может с помощью программного обеспечения регулироваться может отключаться сейчас компьютер без подсветки не продаются поэтому подсветка во всех компьютерах должна быть Fort Rail у нас 8000 попугаев набрал ну в общем тот же самый результат как и той же самой сборки на 11700K не видят тесты эти процессоры не видят этой разницы тесты направлены на игрушки естественно здесь синтетика но тем не менее то есть мощный игровой системник по деньгам 139800 вещь 093 еще в резерве у нас есть есть 095 на 7 11700K есть 093 в общем заказывайте привезем пока есть этот системник у нас сегодня забирают мы его отфотографируем на авито выложим уже живыми фотографиями ну если что сможем достать еще такой же по той же самой цене то есть то есть это что это что это